Мы говорили, что аргументов в пользу существования бытия Божьего существует огромное количество. Более-менее большой список вы можете опять же найти на нашем сайте. Также, по-моему, там помещена пародийная юмористическая критика на все эти доказательства, написанные атеистом, которые мы тоже поместили в наш сайт, потому что, читая эту критику, лучше можно научиться видеть ошибки в этой критике. Где у нас применяют все те же самые методы, якобы, доказывается, что Билл Гейтс – это Бог. И прочие вещи. Но полезная практика попытаться именно найти, где же ошибки у всех этих софизмах. Мы, в общем-то, будем рассматривать лишь несколько доказательств более-менее подробно. Первый, значит, аргумент в пользу существования Бога – так называемый онтологический аргумент. От слова «онтас» – «путие», «существование», онтологический аргумент выводит существование Бога из самого понятия Бога. То есть само по себе понятие Бог включает в себя такой атрибут, как существование. Об этом мы будем говорить несколько позже. Космологический аргумент. Аргумент от причинности. Если вы посмотрите, вспомните вот эти пять путей Фома и Аквинского, то на самом деле четыре из пяти говорят о причинности. Причины движения, причины порядка, причины блага, добра и истины, причины существования. То есть на самом деле четыре из пяти аргументов Фома и Аквинского – это разновидности космологического аргумента. Телеологический, не теологи, они все теологические. Теологические они все, они все о Боге. Телеологические – слово «телос», цель, предназначение. О цели сообразности в мире. Это то, что у Фома и Аквинского было пятым путем. В мире есть порядок. И наиболее известная его формулировка является формулировка Уильяма Бейли, о которой мы будем говорить, когда дойдем до науки. Этический – от существования морали. Вот это то, что Булгаков называл шестым доказательством. Существование Бога. Экзистенциальный. Экзистенция, бытие, да, значит, от нужды в Боге. То, о чем мы с вами говорили, что у нас существует нужда в Боге. Именно Блаженный Августин, именно на существование этой нужды в Боге, указывал на доказательство существования Бога. То же самое делает Плайв Льюз. И то же самое Фрейд посчитал доказательством того, что Бога нет. Эвиденциальный. Из личного общения с Богом. Вот то свидетельство, которое мы с вами слышали на первом уроке. Пример эвиденциального аргумента существования Бога. Априорный. Аргумент, исходящий из представления о Боге. Рене Пикарт. И прагматический. От преимуществ вера. Это лишь несколько из общего набора, наиболее классические, наиболее традиционные. Значит, онтологический, космологический мы с вами рассмотрим в ближайшее время как раз в разделе философии. Поскольку этический относится к морали, то и рассматривать мы будем в разделе этической апологетики. А телеологически больше связан с естествознанием, с наукой. И мы его будем рассматривать в разделе научной апологетики. Сейчас же, в общем-то, давайте остановимся на прагматическом. Что такое прагматический аргумент? В частности, в том виде, как его сформулировал Блес Паскаль. И вот аргумент Паскаля, часто называют аргумент делающего ставку. Паскаль говорит, хорошо, давайте согласимся с нашими оппонентами, что мы не можем знать, существует Бог или не существует Бог. Но тогда нам остается только гадать. Сколько вариантов? Варианта два. Но поскольку мы уже, вот, наша жизнь это игра. И зависит от того, на какую лошадь мы поставим, мы можем либо выиграть, либо проиграть. И вот есть две лошади. И мы, как всякие, значит, хорошие, всякие разумные человек делающие ставку должны оценить, что мы теряем, что мы приобретаем, поставив на эту лошадь, что мы приобретем в результате выигрыша, что мы потеряем в результате проигрыша, поставив на эту лошадь. Что мы приобретем в результате выигрыша, что потеряем в результате проигрыша. Не играть мы не можем, мы уже здесь. Мы уже в эту игру вовлечены. Вот. Тогда, если мы примем точку зрения, что Бога нет и окажемся правы, мы при этом что-нибудь приобретаем? Ничего. А если мы поставим на то, что Бога нет и окажемся неправы, окажется, что Он есть, мы что-нибудь теряем? О, да. Мы теряем все. С другой стороны, если мы поставим на то, что Бог есть и окажемся неправы, мы что-нибудь потеряем? Мы ничего не потеряем. Но если мы поставим на то, что Бог есть и окажемся правы, мы приобретаем все. Поэтому, как говорит Пасхаль, нужно быть только полным идиотом, чтобы не поменять то, что невозможно потерять, на то, что невозможно удержать. Отдать то, что невозможно удержать, взамен на то, чего невозможно потерять. Это не является строгим философским, тем более строгим логическим доказательством. Мы говорили, что прагматический критерий имеет весьма серьезные ограничения, но так или иначе, иногда даже в дискуссии приходится к этому аргументу апеллировать. Они считают, что они теряют это в нынешней жизни. То, что мы отказываемся от удовольствия, от всех. И считают, что мы не потеряем. Смотря что считать удовольствие. Ну да, естественно. Но когда они еще не знают, они считают, что нам нельзя это, нельзя это, нельзя это. Говорят, что наоборот можно это все не делать. Если вы помните, в Древней Греции было два основных вот таких учения. Это эпикурейцы и стойки. Стойки говорили, что главное в жизни от всего отказываться. Эпикурейцы говорили наоборот. Главное в жизни это получать удовольствие. Самое главное, что по образу жизни эпикурейцы и стойки ничем друг от друга не отличались. И те, и другие сидели на хлебе и в воде. Стойки, потому что они считали, что отказаться от всего это самое главное. Покурейцы считали, что самое главное это удовольствие. Но нужно различать истинное удовольствие или не истинное удовольствие. Если ты сегодня напился и тебе хорошо, то завтра тебе будет плохо. Значит, это не истинное удовольствие. Все, что, значит, всякое удовольствие, которое временное, истинным не является. И то, что дает пять минут удовольствия лечиться всю жизнь, истинным удовольствием тоже не является. И в итоге истинным удовольствием считалось, что философия, умеренный образ жизни, уважение людей и прочее. То есть в конечном итоге, хотя изначально предпосылки были абсолютно противоположные, образ жизни у пикурейцев и стойков был примерно одинаковым. Пикурейцы не были ни развратниками, ни пьяницами. Это были такие же философы, которые примерно одинаковые и жили. То есть если мы понимаем, что человек стремится к удовольствию. Скажите, а Библия говорит, что человек должен отказываться от удовольствия или нет? Библия говорит то же самое. В том-то, что Библия нам говорит, что Бог хочет, чтобы мы получали удовольствие. Полное удовольствие, высшее удовольствие. И ради этого высшего удовольствия мы отказываемся от ложных удовольствий. Не удовольствие трудиться или служить, а удовольствие во всей его полноте, жизнь и жизнь с избытком. Потому что труд, если он делается не из радости, не в радости, то он является чашким бременем. А Иисус говорит, а мое игорь – благо, и мое бремя – легко. То есть Библия, Бог нас, как оказался тот же блеск Паска, внутри человека есть пустота, бесконечная пустота в форме Бога. И человек, вот все, что у нас было, вот это стремление к наркотикам, к алкоголю, к увеселению, и прочее, мы всячески пытаемся вот эту бесконечную пустоту заполнить. Но ничем конечным она заполнена быть не может. Потому что она бесконечна. Ее заполнить может только Бог. Если Бог ее заполняет, то все вот эти временные удовольствия, приходящие, от которых удовольствие минутное, расплата всю жизнь. Это свойство греха. Грех всегда принесет вам удовольствие, но очень краткосрочное, после чего у вас будут на всю жизнь расплата. Ведь грех – это не поступок, грех – это ослушание. Если я ребенку говорю, не трогай горячий чайник, а он его трогал. Какое мое первое желание? Вломить ребенку. Не потому, что мне чайника жалко, а потому, что я возмущен тем, что он меня ослушался. Ребенок орет, ему больно. Но самое-то главное, то, что он ослушался. Но мне жалко ребенка, я его пожалею, естественно, я его прощу. Но ожог-то останется. Потому-то мы, заключившие завет с Богом, мы-то продолжаем вести ожоги своих грехов. Мы уже не рабы своим грехам, мы от них уже освобождены. Но вот эти вот стигматы, эти вот ожоги грехов, которые мы совершили, не зная Бога, нам же их тащить до конца своей жизни. Не потому, что нам за них отвечать, уверовавший нас вот не является. Но вновь и вновь в этой жизни мы будем спотыкаться и будем говорить, да, так мы же знаем, какой ты был. Что ты нам теперь рассказываешь, святым этим стал, с ракуртом. Вот. Не притворяйся, мы знаем, какой ты на самом деле. Вот. И так далее и тому подобное. Это только в лучшем случае. Я уже не говорю о тех вещах, которые до конца жизни нужно залечивать или выплачивать. Или разбитые жизни людей, с которыми мы приходили в соприкосновение. Это стигматы вот этого самого греха. Это все ложные удовольствия. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok